Слава Украине! Привет всем от Полонского! Вот в своей речи перед фекальным собранием Путин заявил, что он приостанавливает действия договора по стратегическим наступательным вооружениям, то есть по этим большим ракетам. То есть этот договор вводил ограничения на количество и на качество вот этих вот ракет, ну на России это ракеты Сатана, вот эти новые Сармат, которые не летают, а в Америке это Минитмен, там друг Трайдент и так далее, и так далее. И Путин думал, что он сделал такой замечательный ход, ну просто супер-пупер ход, от которого все теперь будут писать кипятком и поймут какой он великий и могучий многоходовщик. На самом деле дедушка выставил себя круглым дураком и неумехой. Сейчас я объясню в чем тут дело. Смотрите, дело в том, что вот этот договор СНВ, он хоть как-то скрывал то, что Россия де-факто осталась без штанов и новое оружие, новое оружие производить собственно говоря нечем, не на чем и не за что. И собственно говоря, позволял скрыть убогость российской военной машины, в том числе и в ядерном оружии. Смотрите, Россия никак не могла тягаться с великими Соединенными Штатами, она против них, ну опять, по площади Россия большая, но по экономике это клоп, вонючий клоп. И она с огромной Великой Америкой просто ну никак не могла тягаться в силу 100 тысяч 500 миллионов причин. Просто потому что там экономика, а тут хреномика была всю жизнь. И даже в свои лучшие годы, вот когда там были нефтедоходы и так далее, так далее, экономика России не выскакивала даже на 10% в американской экономике. Ну никогда, даже со всей нефтью и со всем газом вместе взятыми. То есть вот был где-то там в районе 8-9% от американской. Сейчас это все приблизительно рухнуло в два раза, то есть теперь экономика России от экономики Америки, ну я не знаю, там 4-5% составляет. Так вот, возвращаемся к договору о этих ракетах. Дело в том, что, смотрите, делать новые ракеты, это не из чего ему вообще. У него столько дыр в бюджете, он сейчас, как говорится, нарисовал там вот эти проекты, планы, как он все сделает. Как каждой бабе даст по три мужика, каждому мужику даст по три бабы, им всем вместе даст по зимнему дворцу, точнее по дворцу в Геленджике. И каждому пионеру вручат по золотому ершику из собственного туалета в Геленджике. Ну это же все бред, вы же прекрасно понимаете, а ты надо откуда-то все брать, а денег нет. И теперь у него еще одна головная боль, ему как-то нужно варюкаться с американцами на вот этом рынке вооружений. Теперь уже ядерных, потому что он сам снял с американцев, он с себя снял ограничения, но он же снял их и с американцев. Только разница-то в том, что американцам есть за что, очень есть за что делать новые ракеты. Кстати, у них сейчас три программы одновременно находятся в исполнении. Поверьте мне, они будут, в отличие от Сармата, они будут доведены до ума. Просто потому, что у них есть деньги и есть мозги. А на России те мозги, которые были, давно сбежали в Америку и устроят уже ракеты для американцев. Опять-таки из-за путинского управления, из-за его манеры управления. А на России же остались только идиоты, а идиоты, как вы прекрасно понимаете, с точной техникой делать не могут и не умеют. Они вот танк не могут слепить, они вот жигули слепить не могут, вы говорите, за какие-то ракеты. Да, Путин, кстати, хотел же испугать сильно Байдена, вот когда он объявлял вот это о выходе из договора СНГ, он хотел сильно испугать Байдена запуском вот этой своей недоракеты Сармат новой. Ракету они запустили, она успешно пролетела сколько-то тысяч километров и успешно после того, как отработала первая ступень, вторая должна была заработать, ни черта она не заработала, конечно же, и она все взорвалась, самоликвидировалась. На этом все закончилось. Испытание провалилось. Чтобы вы понимали, ну для того, чтобы вот эти ракеты поставить на боевое дежурство, ну как минимум с таким вот минимальным каким-то запасом, нужно ну как минимум 10-15 успешных подряд испытаний успешных. А у них было всего два. Одно год назад успешное, второе вот пару дней назад неуспешное. Вот представьте себе, на каком этапе находятся вот эти ракеты Сармат, учитывая, что Россия банкрот. Вот и я об этом. А старые ракеты Сатана, которыми они так кичились там 12 лет назад, дело в том, что им уже как минимум в два раза продлевали срок эксплуатации этим ракетам по 30-40 лет. И одному Богу известно, в случае, если нужно будет их запустить, куда они полетят, полетят ли они вообще. Ну вы понимаете, это очень сложное оружие. Вы прекрасно понимаете, что это там тысячи, тысячи, тысячи деталей, и всегда что-то может пойти не так. Вот один патрубок какой-то отвалится, на этом все закончилось. А его не проверяли 40 лет. Ну как вы считаете, оно летать будет? Ну это просто идиотизм. В лучшем случае, в лучшем случае оно взорвется сразу в шахте. Там, где оно находится. Вот. И хорошо, если просто взорвется топливо, а там эта боеголовка не взорвется, и вот оно там просто в шахте где-то там побурлит. И, как говорится, останется там. Ну а в худшем случае оно может полететь, например... Оно также может полететь по Вашингтону, как может, например, полететь по Москве. Уж и неизвестно, как оно сработает. Там вот эти все схемы, они с 70-х, 80-х годов прошлого века. Все патрубки, все это дело. Там же тысячи этих трубочек манюсеньких. 10 тысяч хомутиков. Вы что думаете, они за 40 лет не пришли в негодность? Вы... Я просто вам сейчас дам пример. Пример. Вы когда-нибудь пробовали сесть на Жигуль старый, да? Который вот просто в хорошем гараже, в хороших условиях простоял 30 лет. Ну да, вы сядете. Вы его даже, возможно, заведете. Он проедет метров 20 даже. Может быть, 25. Но потом он однозначно сломается. Просто потому что вся резина, все хомуты, все это за 30 лет пришло в негодность. Вы что, думаете, там что-то по-другому? Да, конечно же, нет. Все точно так же развалится. И, собственно говоря, получается, новые ракеты, я к чему веду? Новые ракеты Путин запустить никак не в состоянии, потому что там еще до запуска этих ракет, господи, прости. Старые ракеты, я так думаю, процентов на 90 пришли в негодность. Денег на что-либо более толковое у него нет. А вот у американцев деньги есть. И вот тем, что Путин вышел из договора по СНВ, он полностью развязал им руки. То есть развязал руки людям, у которых есть море денег, с тем, чтобы качественно и количественно повысить свою ядерную безопасность. То есть он просто, Путин, просто в очередной раз размазал Россию. Знаете, как вот это плевок по асфальту. Вот и все. На договоре вот этом СНВ и держалась такая еще призрачная безопасность, так называемая, России. Теперь ее нет. Потому что американцы просто пробегутся по ней, знаете, как мастодонты по земле. По тундре. Вот и все. Так что Путин, я не знаю, кто ему советует, конечно. Я не знаю, как ему советуют. Но вот смотрите, сейчас прямо, да, у России есть безнадежный Сармат. У американцев как минимум три новые ракеты. Конкурирующие проекты. И новейший бомбардировщик Б-21. Уже не Б-1 и не Б-2, о которых вообще России таких даже и думать нечего. Стелсы эти невидимые. Уже Б-21 делают. У них таких вообще нет. У них Ту-95. Ту-95 он с какого? С 80? А, он современник Б-52. Но американцы, конечно, ВВС Америки явно не базируются на Б-52. Б-52 там тоже есть до сих пор в строю. Но Б-52 это как бы уже... Ну да, они есть, но не более того. Там есть Б-1, Б-2. А теперь уже будет Б-21. А на России Ту-95 до сих пор машут. Они нам ни хрена не могут сделать. И с этих Ту-95 по нам 70% ракет, которые по нам прилетели, запущены с Ту-95. Чего они добились? Да ничего. Они просто идиоты. Вот. Таким образом, ребятки, Путин в очередной раз усадил в лужу попой резиновой Россию. И, честно говоря, вот если бы у русских были в мозге, они бы, честно говоря, задумались. А на чью вообще мельницу льет воду ваш вот этот предводитель? Думайте. Если есть чем. Субтитры сделал DimaTorzok